Страшные слова прозвучали за круглым столом. Сегодня среди молодёжи наркотик – это не то, что модно, это нормально. На так называемые клубные наркотики ребята могут подсесть в 12-13-летнем возрасте. Привыкание растущего организма к яду происходит сразу, с первого применения. А после, если родители вовремя забьют тревогу, нужны не менее года реабилитации – физической и психологической. Долгое время придётся формировать у ребёнка социальный противовес употреблению наркотика, вырабатывать интерес к другим сторонам жизни. И даже если он укрепится, к сожалению, любая сложная жизненная ситуация может спровоцировать обратную тягу. Того человека, который первый раз попробовал, попадает в состояние наркотического опьянения, его свидетельство составляет административный протокол, привлекает к административной ответственности. Материал направляется в мировой суд, либо там, значит, мировая судья выносит штраф, там, по-моему, до 5 тысяч рублей, либо может принять на лечение, которое ввиду расформирования ФСКН службы сейчас все эти функции перегибли на нас. То есть мировая судья нам направляет материал, что человек должен принудительно пройти лечение. Мы должны этого человека взять, завести наблюдательное дело на него, доставить его в психонерологический диспансер, чтобы он там проходил диспансеризацию. А если человек отказывается пройти этот тест, может это? Нет, мы принудительно не можем заставить его пройти этот тест. То есть оно имеет право отказаться? Конечно, конечно. И тогда его отпускают или что дальше? Ну, естественно. А что с ним? А какой смысл тогда? Наркотик нового поколения, амфетамин, в несколько раз страшнее, чем героин, говорит Дмитрий Панкратов, начальник отдела наркоконтроля. Несмотря на начальное обманчивое ощущение человека о собственной успешности, наркотик быстро разлагает мозг. На территории Раменского ПТП была ликвидирована мини-лаборатория по производству амфетамина. Изъят ряд наркотических средств, сожжены поля с коноплей, ликвидировано несколько наркопритонов. В 2013 году я пришел в отдел по обеду с наркотиками, возглавил, да, как говорят, жители Похолодово было невозможно пройти. Сейчас Похолодово можно ходить спокойно, потому что за этот период времени ну, порядка 200 человек сидит в тюрьме, которые занимались непосредственным употреблением и распространением наркотических средств. То есть мы все в отношениях провели какие-то мероприятия, привлекали к уголовной ответственности. Закон тоже немного там скорректировали, да, он стал гораздо жестче и суровее. Если раньше их отпускали под подписку или там под домашний арест, то сейчас они все сисят в тюрьме категорично. Сроки ответственности тоже возросли. Если раньше им там 2-3 года давали, то сейчас меньше 5 лет они не получают. Собравшиеся за круглым столом сошлись во мнении, что самый яркий и тяжелый противник наркотикам – здоровый образ жизни. Дмитрий Горбачев, руководитель спортивного центра, как может стараться помочь подросткам на реабилитации заполнить пустоту. Нам оказывает в этой области поддержку Дмитрий Борисович. И тем самым нам предоставляют бесплатные абонементы. И наши ребята, выпускники программ, ходят и занимаются, поднимают железяки. Понятно, что там криво, коряво как-то. Не все. Очень много ребят, которые уже достаточно на хорошем уровне. Пытаемся им к здоровому образу жизни привлечь. И привлечь таким образом, чтобы в дальнейшем у нее это оставалось именно в привычку пойти в зал, да, не пойти куда-то. Ну, конечно, очень многое зависит еще от родителей. Потому что есть и благополучные семьи, и неблагополучные семьи. И воспитание, конечно, очень много дает родители. Это лица общественной палаты. Мне хотелось бы наградить Горбачева Дмитрия Борисовича за вклад в формирование здорового образа жизни молодежи Раминского муниципального района. Активную гражданскую позицию и развитие физической культуры и спорта. Спасибо большое. Спасибо. У участников круглого стола возникло несколько вопросов, которые в целом можно свести в один. Куда обратиться, если у гражданина появилась любая информация, связанная с распространением или употреблением наркотиков? Начальник отдела наркоконтроля дал короткий ответ. Телефон 112. Это на сегодняшний день самый быстрый способ донести информацию до экстренных служб реагирования. От этого мы идем дальше. Выясняем, кто ему сбыл незначительное количество наркотиков. Проводим какие-то свои гератинно-технические мероприятия в отношении тех лиц, задерживаем. Дальше с ним проходит такая же работа. И так под спочкой, под спочкой, под спочкой мы стараемся дойти до основного наркозбытчика. И еще одна страшная фраза прозвучала на круглом столе. Нет определенного места и времени распространения и употребления наркотиков. Это происходит везде, всегда и постоянно. Поэтому и борьба с наркотиками должна вестись под тем же девизом «Везде, всегда и постоянно». Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина, для программы «Городские вести».